Всем привет! Меня зовут Сергей, мы с вами продолжаем изучать редкое оружие в Кроссауте. Сегодня глянем крафты с кувалдами. В две кувалды, в три кувалды покатаем. Наверняка многие уже знают, кувалда это мощный, как написано в описании, дробовик. И я в принципе не склонен спорить с этим описанием, потому что кувалда это действительно мощный дробовик. Машинку все наверняка и так уже узнали, кто смотрел сегодняшний видос по пилам. Все, что в ней поменялось, я поставил сюда два охладителя вместо инвиза. Тоже они спрятаны в раму, сверху фиолетовый движок, хотя смысла в нем особо, прямо такой необходимости в нем нету. С тем же синим гонять вполне комфортно. Но ввиду отсутствия инвиза, будем кататься с этим двигателем. Хотя бы просто для того, чтобы быстрее сокращать расстояние, сокращать дистанцию между нами и врагом. Поехали в бой. Машинка довольно хлипкая. Если мне попасть в кабину, в принципе, от одного пушечного... Кто здесь? Вон, в инвизик едет. Если мне попасть в кабину пушкой, то от одного удачного выстрела меня может уже снести. Куда-то инвизир ускакал. Вон там еще один. Ну ладно, потом поймаем. О, здорово. Как... Это ты удачно заехал. Это я тебе отвечаю. Ой, бочка. Какая прелесть. Спасибо за бочку. Это, конечно, было быстро и очень приятно. На, вижу. Ай. Вот это я сейчас пилился, да отъедь ты назад. Эти чертовые импульсы движения машины. Как-то он очень долго меня убивает. С учетом моей прочности и открытой кабинки. Тыч-тыч-тыч-тыч. Все, я уезжаю. А нет у меня здесь. Чувак, тебе показалось. Ты смотри, какие мы настойчивые. Он прямо контрит меня и контрит. Тыц-тыц-тыц. Одной пушки я его лишил. Я вижу, вижу, что он суицидится. Так, давай назад, 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 назад. Хорошо. Все, прекрасно. Еще один помер. Следующий. Отстань от него. Готов. Ну, в принципе, все. От меня остался уже один огрызок. Я попробую дотянуть до вражеской базы, закрутить ее. Успел. Под самый-самый конец захвата. Победа. Ну-ка, о чем мне там? Навряд ли много. Ну, хотя 1500 очков. С учетом, опять же, максимума в 1200. Вполне себе неплохо. Ой, у меня еще ежедневка какая-то выполняется. Это вообще прекрасно. Давай, знаешь чего? Давай-ка мы поставим еще одну кувалду. Ну, вот только есть одно маленькое новое. По всей этой истории. Так, генератор опасный. Генератор газовый. Поставлю-ка я... Да, поставлю я газген. Но для этого мне нужно расширить раму. Сейчас все сделаем. Ну и вот сюда у нас станет третья кувалда. Да, вполне себе неплохо так. Здесь у нас появился газовый генератор. По-прежнему остались два охладителя. Так, давай-ка ты не будешь так откровенно светиться. Хорошо, хорошо. Динамика, конечно, поменялась. Сразу чувствуется, машинка стала потяжелее. Ну ладно, поехали воевать. В принципе, разгоняется она по-прежнему довольно быстро. Но ОМ у меня подкинулся до 4600. Меня уже кидает к таким гораздо более серьезным ребятам. Наверняка с фиолетовыми автопушками. Ну и здесь встретить, например, какого-нибудь танка с двумя палачами уже, естественно, шансы намного более велики, чем на предыдущих ступенях, очков мощи. А это значит, что без инвиза надо действовать намного более аккуратно. Ага, они уехали. Потому что 362 хп это ни о чем. Это как бы... Это секунды 2 или 3 прицельной стрельбы из трех синих пулеметов. Максимум. Нападем сначала... Опа, горных 2, значит надо начинать с заднего. Здравствуйте. Ей-яй-яй-яй-яй. Так, надо было ему отбивать трапиры. Я думал, я у него найду что-нибудь такое взрывающееся, скажем так. Но нет, не нашел. Его друг, по ходу дела, не торопится. А нет, торопится он ему помогать. Так, ладно-ладно, друг его, я пошел. Так, хорошо. Плохо. Надеюсь, он сверху не спрыгнет, потому что если спрыгнет, мне беда, мне засада. Не надо, чувак, не падай. Ну, Хорда хотел мне помочь, конечно, поздновато, но он хотел. Одно только стремление помочь и сделать добро уже достойно многого. Спасибо тебе, Хорда. А я возвращаюсь на гору и попробую в этот раз добрать нашего пушкаря. Правда, у меня уже нету половины машины. А пушкаря тоже... А, пушкарь в этот раз, смотри, свалился все-таки вниз. Если бы он сделал это пораньше... Ой, а пушкарь точно так же. Окей. Вот это он, наверное, сам сейчас не ожидал, что возьмет фраг в виде меня. Я, в принципе, тоже не ожидал, потому что я не видел его кабину. Я не знал, что он стоит в суициде. Но это было прикольно. А можно я туда не поеду? Я не трус, но я боюсь. Да ладно, поеду, конечно, кого я обманываю. Ну, давай! Т-ц-ц-ц! Ай-яй-яй, машинка, выворачивай, пожалуйста. Давай-давай-давай-давай! Пушку-пушку-пушку-пушку! Отгрызи ему пушку! Замечательно! Так, этого нахрен убрать? Замечательно! Пока он валяется, давай заниматься другим. Т-ц-ц-ц! Давай-давай! Во, наши подъехали! Сейчас мне помогут! Прекрасно! Так-так-так, бочка! Да куда ты меня повез-то, ядрик твое налево! Не мешайте дробоводам! Так, все! Прекрасно! Можно сказать, мы затащили. В принципе, мы бы сейчас и без наших союзников справились. Здорово! Потому что вы сами видели, как все произошло. Одного завалили на бок, а другому заехали в тыл. Это практически стопроцентная победа. А Локи у тебя... О, у тебя там генератор. Все, был пацан. Нет пацана, и мне разворотило нос от этого взрыва. Немножко, конечно, но разворотило. А где горный? А, вот он где. Здорово! Я вижу генератор! Видишь, чем хороши эти шипы на носу? Я сейчас взял пацана, просто под бок подпер, и он даже не может обратно встать, получается, на колеса и что-то мне противопоставить. Фиолетовая автопушка у Адольфа Марха. Вау! Все, готов. Адольф Марх. Мы задефили базу еще от кучки врагов, но тем временем базу у нас уже один пункт захватили, а это значит только одно. Это значит, что надо либо за 17 секунд добить оставшихся врагов, либо сделать еще один захват. Что, конечно же, очень маловероятно. Настолько маловероятно, что почти невозможно. Вижу двух врагов внизу, у меня есть 5 секунд. Эх, надежда, она такая, она умирает последняя. Но тем не менее, три фрага я сделал, получил 2800 очков. Давай не будем, опять же, прямо долго затягивать все это дело. Сейчас знаешь, что запилим? Сейчас мы уберем фиолетовый двигатель, мы поставим обратно инвиз где-то вот-то где. Я не хочу ставить сюда фиолетовый инвиз, потому что смысла в этом нет. А, да, есть контакт, фиолетовый инвиз. Уберем этот двигатель, поставим вот этот двигатель и поставим один охладитель. 4500, практически тот же самый ОМ получился, а, собственно, так мы и поедем. Ну, здесь вообще, ребята, уже некоторые вам по 6 косарей сидят, сейчас будет мясо. У меня есть инвиз, у меня есть один охладитель и три кувалды. И 362 прочности. Ну, реально, 362 прочности, это на один прицельный чих. Воу, сейчас будет мясо. Этот помер, этот без пушек, а вот это с пушками, вот этим надо заниматься. Вперед. Замечательно. А где... А, вот вижу. И раз, и два, оба здесь. Я возьму сразу заднего, потому что он с осами, надо их ему отбить. Вот и всё. Всё гнездо просто с осами нахрен у него убито, в генератор заехало. Вот тебе, пожалуйста, да, прикатился к инвизу с инвизом. Раз, 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 так, давай я тебе отстрелю твои взрывные элементы, и ты умрёшь. Ага, прекрасно. И ещё один номер. Прикатился с инвизом вплотную к врагу. Раз, раз, и врага нету. 1994 очка и практически пятый уровень репутации. Давай я доделаю, наверное, ежедневку свою, и мы на этом закончим. В боях начали появляться боты, а это значит только одно. Игроки разбегаются, и бои уже будут не такими интересными. Поэтому мы, наверное, продолжать особо долго и не будем. Откатаем ещё один бой. Получается, что мы потестировали три разные сборки. В две кувалды, в три кувалды без инвиза, и в три кувалды с инвизом. Я думаю, кому как больше понравилось, тот так для себя может и выбрать. Собрать похожую машину. Так, этот помер. Выставлять вот это, вот эту тачку на выставку, я опять же не буду, потому что она сделана на базе уже выставленной, уже имеющейся там машины. Машина это у нас из видоса, как я уже говорил, по пилам. Кому надо, заходите, берите, там два-три дня она ещё поболтается, потом опять же удалю. Итак, чувак, осы у тебя, эта штука явно лишняя. Как, в принципе, наверное, и всё. Во, генератор! Отлично, генератор у него лопнул. И машина тоже лопнула. Вот тебе, пожалуйста, сила инвиза и трёх дробовиков. А враги мне сейчас покажут силу захвата базы. Вот зараза, 762 очка. Вот видишь, первый раз я, получается, напал на чувака, у которого был генератор. Сразу в этот генератор вгрызся, откусил ему. И, собственно говоря, это и было залог победы, залог успеха над тем врагом. Второй раз я напал на пацана и начал пытаться сожрать его с головы. И с учётом того, что большую часть времени я пытался это сделать в два дробовика, а не в три, мне просто-напросто не хватило урона, и меня лишили оружия, а потом, собственно, убили и всю оставшуюся машину. В общем, если кто-то размышлял над дробовиками, во всяком случае, редкими дробовиками Кувалда, размышлял, брать его или нет, эти дробовики делали с ними крафт или нет, надеюсь, вам этот видос помог. Есть ещё курсовые дробовики, очаг. Так, убойная сила на близкой дистанции и ограниченные углы обстрела, то есть практически так же, как у нас было с теми же судьями. У них есть определённый угол, но они у меня сейчас на Левиафане, поэтому показать не могу. У них на один пункт побольше урона, если сравнивать с Кувалдами. Но, опять же, Кувалды могут вертеться во все стороны, очаги стреляют только вперёд, и плюс очаги, они шире, чем Кувалды. Если Кувалда занимает 4 пина, вернул Левиафана, чтобы показать, то вот очаг это вам, пожалуйста. Очаг это здоровая такая громоздкая, неудобная конструкция. Точнее, Кувалда занимает, получается, 2 пина в ширину, а очаг как раз занимает все 4. Если делать боевую сборку, то тогда там практически весь нос машины будет состоять именно из этих очагов. Хотя бы 4 вот так вот вылепить, одним прямоугольником, и идти кататься. Ну а с Кувалдами мы закончили. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!